90 лет исполнилось автобазе Министерства обороны. В честь юбилея в гараже военного ведомства открылась выставка ретро-машин. На экспозицию пришли и водители, которые долгие годы сидели за рулем этих раритетов. Своими воспоминаниями они поделились с нашим корреспондентом Виталием Лилека. О том, что автобазе Минобороны 90, свидетельствует, пожалуй, только выставка ретро-автомобилей представительского класса в мире таких авто-единицы. Воистину шедевры советского автопрома. Анатолий Климанов 10 лет возил начальников на знаменитой «Чайке». Среди его пассажиров был и генеральный секретарь Леонид Брежнев. Но больше всего воспоминаний о маршале и министре обороны страны Советов Андрей Гречко. Андрей Анатольевич обратится, спросит про семью, про как у нас на базе, как вообще обстановка. Политический вопрос такие, что вы думаете по такому вопросу, по такому. Ну, конечно, мы всегда отвечали, как оно есть, так и есть. Юрий Кривченко крутит баранку уже полвека, почти столько же работает на автобазе. Говорит, на выставку ретро-авто заглянул, чтобы повидаться со старым товарищем, Волгой 21-й модели. Но среди экспонатов ее не оказалось, списали. Зато удалось найти машину, на которой Юрий Николаевич начал свою службу. Бывало, как в речке провалишься, первым долгом спасаешь аккумулятор. Вот этот ставишь наверх. Вот аккумулятор. А потом уже начальника вытаскиваешь. Вот он аккумулятор. А потом начальника вытаскиваешь из воды. У меня был начальник такой физически не особенный. Тем не менее, изменять отечественному автопрому ветеран не собирается. На иномарке не хочу. Как нам иномарку будут перевозить, так выйду на пенсию. И все же сегодня среди транспортных средств, обслуживающих руководство Министерства обороны, шедевров отечественного автопрома почти и не встретишь. Условия – это качество автомобиля. Понимаете? Если, допустим, наш отечественный автомобиль, он не соответствует требованиям безопасности пассажира, безопасности водителя. Допустим, на нашей Волге нет ни одной подушки безопасности на сегодняшний день. Нет системы АБС, она только вводится на нашем отечественном транспорте. Знаменитый ЗИЛ 41044. Без этого лимузина невозможно представить парад Победы 9 мая. Таких машин в стране, да и в мире, всего три. Все принадлежат Министерству обороны. И списывать их на пенсию пока не собираются. Виталий Лилека, Иван Уткин, Вести Москва.